Здравствуйте, друзья! В эфире канал New Ash World и с вами я, Юрий Гимельфарб. Скандал, связанный с тем, что российский ютуб лоббирует интересы кремлеводов из Ольгина, инициированный Дмитрием Ивановым, он же Камикадзе Ди, приобретают интересный оборот. Если коротко, то появились обоснованные подозрения в том, что российский ютуб накручивает лайки через аккаунты обычных пользователей. Ну, если говорить как есть, в последние дни я начинаю получать очень странные письма от моих подписчиков. Вот одно из этих писем я не назову имени и ника автора этого письма, потому что письмо было направлено в личку, но вот прошу ознакомиться. Вчера вечером, после просмотра каналов, на которые я обычно подписан, я лег спать, но наутро обнаружил в топе ютуба два прокремлевских видео, которые каким-то образом были обозначены как частично просмотренные. Дана ссылка. Проверяя, когда я мог это посмотреть, обнаружил, что это произошло между последним видео, что я посмотрел вчера и первым, что я посмотрел сегодня утром. Более того, в списке были и другие видео. Также дана ссылка. Мой компьютер, пишет автор, полностью защищен от бэкдоров, да и включение его меня бы разбудило ночью. Смартфон был выключен, а пароль на аккаунте я постоянно меняю. Из-за чего могу сделать следующий вывод. Администрация российского ютуба сама занимается накрутками через аккаунты обычных пользователей. Вот такое вот интересное письмо. Так вот, в этой связи я считаю важным подчеркнуть два аспекта у этой проблемы. Аспект первый. Законы государства, равно как и внутрикорпоративные правила, правила какого-то сообщества, могут быть любыми. Они могут быть смешными и серьезными. Они могут быть нелепыми и обоснованными. Они могут быть жесткими и демократичными. Подчеркиваю, лю-бы-ми. Это в данном контексте не имеет никакого значения. Но любые, законы и правила, они должны удовлетворять двум обязательным условиям. Первое. Они должны быть понятны. Всегда понятны. Потому что люди, если понимают границы, они их будут исполнять. Не понимают. Люди невольно не будут их исполнять. И второй момент. Эти законы должны быть для всех. Поэтому тут неизбежна постановка вопроса следующим образом. Господа из российского ютуба, вы в конце концов, определитесь, если вы полностью ложитесь под российское законодательство. Если правило ютуба для вас не указ, а вы исполняете российское законодательство, которое, как известно, устроено по следующему принципу друзьям все, врагам беспредел. Ну, так вы это озвучьте, пожалуйста. Вы это скажите. Если же вы не ложитесь под российское законодательство, если вы исполняете все-таки правила вашего видеохостинга, то тогда будьте любезны четко обозначить, что такое ненависть, какие у вас стоп-слова. Если человек жалуется вам, так, пожалуйста, пускай он обоснует, на что он жалуется. Вот конкретно. На что? На это видео? Что конкретно в этом видео его расстроило? Потому что иначе вы выглядите натуральными беспредельщиками. Но второй аспект, который я считаю важным подчеркнуть, он, на мой взгляд, гораздо значительнее. Дело вот в чем. Вот понимаете, друзья, что получается? Если бы вот подобную информацию о накрутках лайков, равно как и дизлайков, когда лайк перетекает в дизлайк и наоборот, я бы получил от одного человека, ну, скорее всего, я бы не обратил на это внимание. Если бы я сам, вот один, это обнаружил, возможно, я бы посчитал, что я ошибся. Если бы это даже два-три человека написали, нет вопросов. Но когда мою личку заваливают подобными жалобами, когда я сам это наблюдаю ежедневно, когда такие авторитетные ютуберы, как Дмитрий Иванов и другие, Арслан Эн, подчеркивают то же самое, это повод задуматься. И у меня вопрос уже к российскому ютубу. Господа, скажите, пожалуйста, а вы чего добиваетесь? Вы добиваетесь того, чтобы бренд ютуб стал идти рука об руку с определением мошенник? Ютуб свиндлер? Вы этого добиваетесь? Понимаете, друзья, я могу только сказать вам одно, что за всю 7000-летнюю историю человечества никто не мог обойти или нарушить законы экономики. Ну, это невозможно. Это не может ни начальник ЖЭКа, ни президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, ни президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, ни даже, простите за кощунство, совет директоров компании Google. Это невозможно. Но за всю 7000-летнюю историю человечества не было ни одного случая, чтобы компанию обвинили в мошенничестве и она вышла сухой из воды. Господа, вам напомнить скандал с компанией Enron? Или вы скажете, что вам ничего не говорит имя Бернарда Мэйдафа? Или вы не помните скандала с MF Global? Или WorldCom? Или FunnyMate? Вы считаете, что если начнутся обвинения вас в мошенничестве, вы выйдете сухими из воды? А вы ведете к этому? Вы хотите, чтобы мы запустили хэштег российский ютуб-мошенник? Или Russian YouTube Swindler? Вы этого добиваетесь? Я хочу подчеркнуть еще один момент. Вот у меня тут есть папка. Вот такая. И даже если вы будете удалять мой канал, то свидетельские показания, они есть. А вот на этом диске записаны видео, где люди прямо обвиняют российский ютуб в мошенничестве, в накрутках. Поэтому, господа, пока я этого делать не буду. Но я обещаю вам, что сейчас вот эти материалы будут пересылаться Дмитрию Иванову. Он же Камикадзе Ди. Поскольку он сейчас на острие атаки, и он бьется за то, чтобы компания Ютуб жила. То есть он фактически сейчас бьется за вас, за ваше доброе имя. Поэтому, господа, либо вы наведете порядок, и я повторяю еще раз первый аспект, на котором я изначально заострил внимание. То есть сделайте свои правила четкими и понятными, и они будут работать для всех без исключения. Подчеркиваю, ключевое слово здесь – без исключения. Я даже, ведь обратите внимание, я не требую того, чтобы ваши правила были разумны. Ведь если мы будем рассуждать с этих позиций, то давайте назовем вещи своими именами. Само по себе любое слово в метаданных, отдельно взятое, выдернутое из контекста, оно ни о чем. Один говорит, вот слово убийство, например. Один скажет, убийство – это хорошо, а другой скажет, убийство – это ужасно. Ну, совершенно понятно, что второй человек, он осуждает убийство, он не распространяет ненависть. А первый – это действительно человек, которому нужно забанить. Но я ведь даже этого не требую. Речь идет о том, что либо вы сделаете свои правила четкими и понятными, и эти правила будут работать для всех, кстати, и в том числе для господ из Государственной Думы, Российской Федерации, которые открыто призывают к войне и ненависти, и к некоторым российским телеведущим, то есть ко всем. Либо, господа, будет беда. И какая это будет беда, я вам только что назвал. А в заключении я хочу обратиться к господам из Кремля. И вот, что я хочу сказать. Вы, пытаясь заткнуть рот всем оппозиционным блогерам, всем тем, кто фактически открывает народу глаза на ряд неблагоприятных аспектов нашей жизни, вы добиваетесь-то чего именно? Я напомню вам фразу одного из величайших деятелей человечества. Вы, желающие держать народ в невежестве, берегитесь, ибо вам больше всего грозит опасность. Разве вы не видите, как легко сделать из грубого животного жестокого зверя? Анаре Габриэль Рикетти де Мирабо. Это было не оскорбление. Это была цитата великого Мирабо. И вот над этим задумайтесь, люди. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал Неваш Вод. Будут вопросы? Присылайте. Обсудим. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok